Людмила Мартова. Ключ от незапертой двери. Глава первая. Человек в лесу. Нужно уметь уживаться со своим прошлым. Мадонна. Наши дни. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Почему-то строки именно этой старой, основательно забытой детской песенки вспомнились Васе при виде мелькающих за окном вагона елей, подкрадывающихся к самому краю железнодорожной насыпи и стремительно, будто в испуге, отбегающих подальше от грохочущего поезда. На самом деле Васю звали Василисой. Таким чудным именем, заставляющим упражняться в остроумии всех без исключения знакомых, ее 30 лет назад, ее 30 лет назад наградили мама с бабушкой. Имя досталось ей в наследство от деда, умершего задолго до ее рождения. Бабушка обожала мужа, а мама отца. И от того, что в их домике по-прежнему звучала нежная Васенька, бремя невыносимой утраты становилось чуть легче. Именно поэтому дочка и внучка была не в претензии, что ее кличут как соседского кота. Вася так Вася. В конце концов, с ней в одном классе училась девочка, которую звали Анжелика Егоровна. Она год старше Инесса Степановна, что на ее взгляд звучало гораздо смешнее, чем Василиса Александровна. Какого Александра мама вписала в ее метрику, она не знала. Отца у Василисы не было. Сколько она себя помнила, они всегда жили втроем. Она, мама и бабушка. За окнами промелькнули сказочные голубые купола Сергиева Посада. Эту часть дороги от своего города до Москвы Василиса любила больше всего. Поезд выезжал со станции, убыстрялся, набирая ход. И пассажирам открывался чудесный вид на зеленые лощины, покрытые редкими перелесками. Рельеф здесь был холмистый. То высоко-высоко над головой, наверху отвесного котлована, по дну которого мчался поезд, оказывались деревья. То наоборот, насыпь стремительно взмывала чуть ли не в небо, и теперь уже зеленые поля и перелески виднелись внизу, уплывали под ногами, как в фантастическом фильме. Ух! И снова поезд оказывался в глубокой яме, устремляясь к центру земли и теряя последнюю надежду на спасение. Ах! И снова взмывал вверх, открывая везде, куда хватало глаз, необъятную зелень простора. В какой-то момент холмы кончились, дорога выровнялась, следить за происходящим стало менее интересно. И Василиса предалась другой своей любимой поездной забаве. Сквозь оконное стекло пыталась высмотреть в мелькавшей лесной чаще гриб на опушке. Однажды, когда Вася была маленькая, они ехали на море, в Крым. И мама тоже, как зачарованная, смотрела в окно. И вдруг закричала «Гриб! Гриб!». Василиса метнулась к окну так стремительно, что стукнулась с мамой лбом, ойкнула, схватилась за ушибленное место и вдруг тоже увидела толстый упитанный боровичок, спрятавшийся в траве у крайней березы. Это казалось невозможным на той скорости, на которой мчался поезд. Но они это видели. И с тех пор, когда Василиса ехала куда-то по железной дороге в светлое время суток и летом, она всегда высматривала гриб, наверняка встречающий ее у насыпи, чтобы передать привет из детства. Правда, увидеть его во второй раз у нее пока не получалось. Густой лес за окном поредел, готовясь смениться очередным логом, посередине которого, как помнила по прошлым поездкам Васи, располагалась довольно большая и явно жилая деревня. Просветы между деревьями становились все больше, поезд немного снизил скорость, подчиняясь приказу неведомого пассажирам диспетчера. И между стволов Василиса отчетливо разглядела что-то большое и темное. Вначале ей показалось, что это лось. Как человек, который родился и вырос в деревне, она прекрасно знала, что в начале июня у лосей гон. Появляются на свет маленькие лосята, им становится тесно в лесу. Они выходят к насыпям автомобильных дорог и к железнодорожному полотну тоже. Правда, чащееся мимо поезда, грохочущие колесными парами, их не на шутку пугает, так что увидеть лосей можно только как сейчас, в промельке между деревьями. А вот автодороги, запах бензина и горящие фары машин привлекают их гораздо сильнее, так что и аварий, уносящих человеческие жизни, в это время года довольно много. Гораздо больше, чем хотелось бы. Об этом Василиса знала не понаслышке, потому что работала врачом-анестезиологом в областной больнице, да еще подрабатывала на скорой, так что последствия этих самых аварий видела каждое дежурство. Поезд снова увеличил скорость, разгоняясь. Из окна вагона уже не видно было оставшегося позади леса, когда в сознании Василисы вдруг что-то щелкнуло. Пазл сложился, и она поняла, что увиденное ею большое и темное на самом деле было человеком, ничком лежащим на траве, уткнувшись головой в ствол березы. Василиса Истомина была врачом. Несмотря на ее молодость, понятия «врачебный долг» и «клятва Гиппократа» не были для нее пустым звуком. Анахронизмом, давно вышедшим из-за бихода ее однокурсников и коллег, и оставшимся в далеком прошлом, когда врачи еще действительно лечили, они заполняли талоны стат учета, чтобы отчитаться перед фондом обязательного медицинского страхования. Человек, лежащий в лесу, нуждался в медицинской помощи, а потому, вскочив со своей полки и бросившись к купе проводника, она даже не подумала о том, что увиденное грозит лично ей какими-то неприятностями. Впрочем, если бы и подумала, то все равно поступила бы точно так же. — Вызовите начальника поезда! — бахнула она с порога, заставив пожилую и очень тучную проводницу посмотреть на нее в немом изумлении, тут же сменившимся подозрением. — Что случилось? — лениво, но зарождающийся агрессией спросила проводница, глядя на взволнованную блондинку с короткой стрижкой. — Нужно сообщить на ближайшую станцию. Там в лесу человек. Ему плохо. Нужно скорую вызвать или спасателей. — В каком лесу, девушка? Вы что, белины объелись? — Я видела в окно, что в лесу лежит человек. Предположительно, без сознания. Я врач, я понимаю, о чем говорю. Нетерпеливо продолжила Василиса, начиная бояться, что ей не поверят. Это было сразу перед последней деревней. Сообщите, пожалуйста. Возможно, ему можно помочь. Несмотря на маленький рост и субтильную внешность, Василиса Истомина обладала решительным характером, доставшимся ей, как и имя, в наследство деда. Благодаря ее железной воле был вызван начальник поезда, который выслушал историю про увиденного в лесу человека, позволил себе усомниться, что на такой скорости неуемная пассажирка могла что-то рассмотреть, но все же связался по имеющейся у него связи со станцией и передал необходимое сообщение. Данные слишком активной пассажирки он тщательно записал в блокнот. Василиса послушно продиктовала, как ее зовут, дала номер телефона и указала место работы. Теперь все. Недовольно бросил начальник поезда шебутной пассажирки, из-за которой чувствовал себя довольно глупо. Врачено, видите ли. И чего не сидится спокойно. Спасибо вам большое. Вежливо сказала Василиса, довольная тем, что выполнила свой долг. Возможно, мы с вами спасли чью-то жизнь. Точно ненормальная. Начальник поезда проводил взглядом хрупкую фигурку, скрывшуюся за дверью купе, и, выразительно посмотрев на проводницу, покрутил пальцем у виска. Хотя чем черт не шутит? Вдруг и впрямь не померещилась ей. 1941 год. Вася просыпался плавно. Будто не торопясь, всплывал на поверхность после глубокого нырка. Еще шумела в ушах вода. Еще не разлипались глаза, не пуская непрошенные капли, стекающие с мокрой после реки головы. Где-то на берегу звонил колокол, раскачиваемый прибежавшими на речку мальчишками, балующимися на колокольне заброшенного храма. Когда он рывком сел на кровати, помотал головой, отгоняя сонную одурь, и посмотрел на часы. На часах было без десяти двенадцать. Спать до полудня ему было в диковинку, но и лег он около шести утра. Вчера в медицинском институте, который он окончил с отличием, был выпускной вечер. Сначала молодым врачам вручили выстраданные дипломы о высшем медицинском образовании. Потом звучали торжественные речи под большим портретом товарища Сталина, которому они были обязаны не только своими дипломами, хрустящими калинкоровыми корочками, но и всем хорошими своей молодой, но полной надежд жизни. Потом пили сельтерскую воду с сиропом, ели пирожки с картошкой и вареньем, танцевали под патефон, а позже пошли бродить по Ленинграду, наслаждаясь молодостью, брызжащей через край энергии и белыми ночами. По традиции посмотрели на развод мостов, искупались в ночной неве, перелезли через решетку летнего сада, просто так перелезли, дурачась и веселясь, а потом с хохотом убегали от сторожа, длинно дующего свисток. Как-то незаметно все разбились на парочки. За годы обучения пар на их курсе сложилось немало.